Всем доброго времени суток, с вами Виталий Соколов. И в сегодняшнем видео уроке мы с вами научимся создавать сетевой чат. Дело в том, что в одном из предыдущих видео уроков я уже показывал, как можно создать сетевую игру, но там было показано, как играть один на один. А вот что делать, если подключается к серверу много человек, чтобы они все могли производить какие-то действия друг с другом? Я решил вам показать в виде чата. Ну а как сделать это уже будет в игре, там будет все аналогично. Там так же само будут посылаться сообщения, только сообщения будут посылаться невидимые для вас. Здесь мы их будем выводить в мему, которая будет нам показывать, что именно приходит. А там просто будут приходить эти сообщения, и вы будете проверять. Если пришло сообщение такое-то, значит нужно в игре сделать то-то. Если пришло такое-то, то нужно сделать то-то. Ну, так же самое, как это у нас с вами происходило в крестиках-ноликах. Только там мы принимали сообщения от одного человека, а теперь научимся принимать сообщения от разных людей. Как обычно, запускаем наш Delphi проект. Сохраняем его в папочку, которую вы заготовили заранее. В моем случае это сервер чата. Сохраняемся туда. Добавляем сюда пару кнопочек. Это включить-отключить сервер они у нас будут. Вот в первой в капшине напишем включить сервер. Так, а вторая будет у нас отключить сервер. И смотрите, изначально у нас сервер якобы выключен, да? Поэтому мы должны включить, оставить так, как и есть, а отключить, enablet, поставить фальш. То есть теперь при запуске мы не сможем отключить сервер. Потому что когда вы только включаете программу, понятное дело, у вас сервер должен быть выключен. Далее для вывода сообщений чата мы с вами добавим компонент memo. Растянем его как-нибудь. Вот так что ли. У него есть свойство lines, который хранит все линии, то есть все сообщения, которые на него приходят. Мы здесь все затираем, чтобы здесь было пусто. Так, теперь добавим edit. В него мы будем писать сообщения, которые хотим. Вот расположим этот где-нибудь вот здесь пониже. Тоже текст у него сотрем, свойства. И добавим еще одну кнопочку. Это будет кнопочка отправить. Ну, в общем, основное все заготовлено. Теперь нам осталось только с вами добавить еще листбокс. Который будет хранить всех, ну, грубо говоря, ники всех, кто находится в сети. На тот случай, если мы хотим не послать всем, а послать кому-то конкретному. Даже не так. Мы сделаем вот здесь вот внизу несколько кнопок. Это будет кнопочка отправить всем. А еще одну кнопочку добавим, которая будет просто отправить кому-то лично. Отправить лично. Так, ну и размеры формы изменим. Можем в свойстве color изменить цвет формы, на которой нам больше нравится. Это сильно какой-то ядовитый цвет. Такое, чтобы невзрачный был и не сильно маячил на глаза. Давайте сделаем черный. Какая разница. Дальше нам нужно будет добавить два компонента, которые нужны нам будут для создания сети и работы с сетью и интернетом. Они находятся на вкладке интернет. Я пользуюсь версией Delphi 7 Lite. Облегченная версия. Здесь уже большинство компонентов установлены. Если вы будете стандартной версией Delphi 7 пользоваться, то там нужно будет их установить вручную. Если не ошибаюсь, я показывал, как их установить в сетевых шашках в видеоуроке. Вот эти два компонента. Клиент сокет и сервер сокет. Давайте серверу добавим и клиент, и сервер. Потому как сервер у нас тоже сможет отсылать всем сообщения. Мы с вами сделаем, что сервер это якобы админ сидит за сервером. Он может не только отслеживать все сообщения, но и при этом может еще и посылать кому-то тоже сообщения. А клиенты, они не будут видеть все сообщения. Они будут видеть только те сообщения, которые будут приходить конкретно им. А, также обязательно вот... Я про это забыл. Давайте тут ники чуть ниже опустим. Нужно обязательно указывать IP-адрес и порт, на котором вы хотите работать. Добавим еще один edit. Этот edit будет хранить порт в тексте. Например, порт 8080. И IP-адрес. Я буду тестировать за одним компьютером. Если тестировать за одним компьютером, то IP-адрес будет следующий. 127.0.1 127.0.0.1 Вот таким вот образом. Также настоятельная просьба. Если вы решили работать с сокетами для того, чтобы создать сеть, в обязательном порядке у вас и у ваших клиентов должны быть отключены антивирусы, либо программа добавлена в исключение антивируса. Иначе они могут блокировать, потому как, когда приходят сообщения на компьютер, антивирусы, фаерволы и брендмауэр, которые установлены у вас на компьютере, они считают, что к вам пытаются вломиться, ворваться в систему, и они могут блокировать эту программу. Поэтому, чтобы этого не происходило, нужно добавлять или в исключение антивирусу, брендмауэру и фаерволу, либо, в свою очередь, их отключать. Также прошу заметить, что многие современные браузеры, такие как Mozilla, они уже содержат в себе фаервол, то есть сетевую защиту, которая также может блокировать. Поэтому, если у вас запущен браузер, все остальное отключено и у вас не работает программа, попробуйте переносить. Так, наши клиенты. А еще один клиент запустим. Так, сервер включили. Так, есть аноним, подключили его. Дальше аноним 2 подключился. И дальше аноним 3 подключился. Все получили свои нити, отлично. Пробуем что-то отослать. Аноним 2, анонима 3, ну да, там какую-то билиберду. Так, вот от анонима 2 пришло это сообщение в виде билиберды. Аноним этого ничего не увидел. Дальше аноним 2 решил отключиться. И вышел. Остался везде аноним и аноним 3. Теперь первый аноним решил третьему написать. Если сейчас сообщение ему придет, анониму 3, значит все работает отлично и номер автоматически изменяется, когда кто-то выходит. Приветик напишем. Это анониму 3 отправить лично. Приветик пришел. Значит все-таки здесь номера нам не нужно будет изменять и хранить лишние массивы. Все изменяется само по себе. И все в принципе работает. Вот единственная вот эта вот асинхронность, которая у нас с вами была, вот ее нужно будет протестировать на локальной сети и интернете. Потому как асинхронные сокеты может писать по разным причинам. И эту ошибку довольно, ну не то что сложно, просто времени уходит довольно много на то, чтобы ее отловить. Потому как логически все выглядит правильно, а где-то там что-то да указано не так или срабатывает. Ну в общем мы с вами добились нужного результата. Все у нас с вами заработало. С никами, с номерами и так далее. Так что всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Заходите в нашу группу ВКонтакте. На сайт Dell Game at U.A. Читайте там мои статьи, задавайте вопросы на форуме. Можете также в нашей группе тоже задавать вопросы. Принимаю заказы на разработку игр и программ на Делфи. И оказываю консультации всем бесплатно. Так что обращайтесь по надобности к кому что надо. Полностью этот, а также другие видео уроки вы можете заказать на форме моего сайта Dell Game at U.A. Также по электронной почте Oczona1, собака Rambler.ru, на канале YouTube. По ссылке youtube.com. А также в трех группах в социальных сетях под названием «Создание игр на Делфи». ВКонтакте эта группа под названием 5752-02-93. Номер в одноклассниках 5472-068-47-52-915. И на фейсбуке номер группы 664468-3636-410-45. Создание игр на Делфи. Создание игр на Делфи. Создание игр на Делфи. Продолжение следует...